Разлуки с Лачином пришёл конец. Сегодня ещё 19 семей вернулись в свои родные дома, которые они были вынуждены покинуть около 30 лет назад в результате оккупации Лачина армянскими вооружёнными силами. Разрушенные дома, хаос, слёзы. Всё это осталось в прошлом. Сегодня истинные уроженцы Лачина возвращаются в свои заново отстроенные и отреставрированные дома, как истинные хозяева. 96-летняя Гюльбахар Гасанова с нетерпением ждала того момента. Когда она сможет увидеть родные места, где она родилась и где прошла её молодость. Этот день один из самых счастливых в моей жизни. Я возвращаюсь в свой дом, из которого я бежала вместе со своими детьми. Мы оставили там всё. Там моя молодость, там мои воспоминания, там моя жизнь. Я очень хорошо помню день, когда мы бежали. У меня шестеро детей. Все они на тот момент были маленькими. Самому младшему было всего два года. Сегодня моему младшему внуку уже пять лет. Он ещё не видел Лачин, но это его самая большая мечта. Благодаря нашему президенту Ильхаму Алиеву и нашим героям мечта всех лачинцев воплотилась в жизнь. Мы бесконечно им благодарны. Согласно генплану, в Лачине восстанавливаются 700 зданий. Из них 620 частные дома, 9 многоэтажные жилые дома. Также реконструируется 71 административное здание. В Лачине родилась и выросла Гюльбар Гасанова. Она вспоминает себя маленькой, как она вместе с родителями бежала из родного города. Тогда она даже представить не могла, что вернётся обратно спустя столько лет. До сегодняшнего дня Гюльбар работала в Баку, в международном аэропорту имени Гейдара Лива. Сегодня она мечтает работать в международном аэропорту Лачина, открытие которого состоится в конце 2024-го, начале 2025-го года. «Такое ощущение, что всё это сон. Я вместе со своей семьёй бежали из Лачина во время его оккупации со стороны армянских вооружённых сил. Мне тогда было 7 лет. Я училась в первом классе. Самое главное, что сегодня я вместе с родителями и братьями возвращаемся на родные земли. Слёзы на моих глазах – это слёзы счастья». Решение проблем вынужденных переселенцев – один из приоритетов государственной политики Азербайджана. Стратегическая линия, определённая великим лидером Гейдаром Малиевом в этой области и продолженная президентом Ильхамом Малиевом, направлена на улучшение условий их жизни, обеспечение социальной защиты, занятости и в настоящее время последовательно реализуется. Вопрос добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края определён в качестве основной задачи. Работа по возрождению освобождённых от оккупации территорий всё более ускоряется. Реализуется программа «Великого возвращения». «Таким образом, к концу года наши граждане полностью заселят свои исконные земли, а именно пять наших населённых пунктов, один город и четыре села. Всего в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» планируется реконструировать сто населённых пунктов. Я лично участвовал в церемонии закладки фундамента 30 таких населённых пунктов, 8 городов и 22 посёлков и сёл. Подготовлены и утверждены генеральные планы. Во многих местах очень активно ведутся строительные работы. Конечно, это в первую очередь инфраструктурные проекты, потому что мы не можем вернуть граждан, не реализовав эти проекты». Лачинский район был оккупирован армянскими вооружёнными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 были взяты в заложники, 103 стали инвалидами. В соответствии с трёхсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооружённые силы Армении были выведены из Лачинского района, и он был возвращён Азербайджану. Продолжение следует...